29 марта в Даугубинском обществе пенсионеров Дауэр было как никогда празднично и многолюдно. В этот день организация отмечала 20-летие со времени своего основания 1 марта 1996 года. Виновники торжества привечали гостей в заводском музее. Его история неразрывно связана с судьбами членов общества. Музей несколько раз менял прописку, но всегда оставался для них вторым домом. Поздравить юбиляров и осмотреть экспозицию приехал и мэр города Янис Лачплисис. В экспонатах и фотографиях прослеживаются периоды становления и развития завода «Электроинструмент» со дня открытия 31 мая 1949 года. Предприятие меняло название, переживало взлеты и падения, но благодаря ветеранам производства сумело сберечь лучшие традиции, заложенные в начале долгого и непростого пути. Самая большая ценность в жизни – это люди. А люди у нас действительно такие дружные, сплоченные, помогают друг друга, поддерживают. И вот на протяжении были трудности всякие в жизни, как и у всех. Но мы старались сохранить себя, не растеряться в этих трудных ситуациях. В год создания общества насчитывало 659 человек, сегодня их осталось 309. Но каждый продолжает активно работать, заряжая молодых своей недюжиной энергией. Общество пенсионеров «Дауэр» находится в помещениях, предоставленных акционерами «Холдинг Дауэр». Нынешние руководители предприятия по-прежнему считают ветеранов членами своего коллектива. А те во имя сохранения памяти и истории стараются отмечать все даты, связанные с заводом. Это и 65-летие предприятия, и 50 лет со дня открытия заводского детсада. А в год 740-летия «Дау» купился на территории завода, был установлен памятный знак. За всеми этими и многими другими полезными начинаниями стоит бессменный руководитель общества Мария Воробьева. В честь юбилея общества Совет общественных организаций «Варовикс» обратился в городскую думу с просьбой представить ее к награде за вклад всей жизни. «Она вынесла всю свою жизнь эту черту – воспитывать, плачевать, собирать, организовывать. И у нас не было никаких сомнений в том, что Дума поддержит нашу инициативу». У депутатов городского самоуправления не возникло сомнений по поводу присвоения Марии Воробьевой заслуженной награды. На завод она пришла в 1971 году. 20 лет отработала начальником отдела кадров, а после выхода на пенсию создала общество и занялась активной общественной деятельностью. Ветераны навещают больных и немощных заводчан, работают с молодежью, сотрудничают с Даугупилским отделением Красного Креста, наладили контакты с Даугупилским техникумом и Молодежной думой. «Они и сегодня активно участвуют во всем, что происходит в нашем городе, в мероприятиях, которые организовываются, даже в тех, которые организовывает молодежь, и помогая, и поддерживая, и подсказывая. Ну а такая активная жизнь и поддержка друг друга возможна только тогда, если во главе коллектива стоит настоящий человек, человек с сердцем, который показывает и организовывает. И я очень рад сегодня вручить приз за пармуже Еголдуем, это за пожизненный вклад госпожи Воробьевой, потому что она всегда была с теми, кто рядом, заботясь о них, помогая, поддерживая. И это вот высочайшая награда нашего города сегодня действительно нашла достойного адресата». К 20-летию объединения пенсионеров Дауэр в свет вышли буклет об истории создания общества и направлениях его деятельности, а также сборник стихов поэтов-заводчан. Их вручили гостям в память о знаменательном событии.